Речь идёт вот о чём. Ну, поскольку тогда времена были другие, не такие, как сейчас были времена, годами вести переговоры на пустом месте было не принято, и поэтому переговоры с самим ходом событий просто они двигались и как-то уже стороны приближались к тому, что хотя бы обозначить какие-то рамки своего политического соглашения. А вот в этот момент советская сторона и выкатывает идею о костной агрессии. Это то, что сейчас бы назвали гибридной. А всё это звучало в высшей степени правильно и разумно. То есть советская сторона обращает внимание на то, что вот опыт, просто практически опыт оккупации, захвата Чехословакии показывает, что Гитлер, агрессор, применяет вот такие новые приёмы. Но ведь Чехословакию, строго говоря, оккупировали и ликвидировали как государство без единого выстрела. То есть вызвали престарелого дедушку, он, естественно, был очень старый, президента Чехии и Чехословакии, значит, Гахи, Гаху, фамилия его Гаха, в Берлин. Долго запугивали. Момодировками Праги, в конце концов, под утро Старик что-то подписал. На этом основании, что он что-то подписал, было ликвидировано вообще государство как такое. Германия взяла его под свой протекторат. Нечто подобное произошло и в Соловакии, но в чуть более мягких формах. Вот в этой связи Советский Союз заговорит, а что делать в этой ситуации? Вот с такой ситуацией. Вроде бы стрельбы нету явной, а акт агрессии налицо. Ну, логично, логично. Англо-французская страна предлагает свое определение понятия косвенной агрессии. Это действие, цитирую, на которое соответствующее государство дало свое согласие, ну, как, например, случай Чехии, дало свое согласие под угрозой применения силы со стороны другой державы, запятая, и которые, действия, связаны с отказом этого государства от своей независимости или своего нейтралитета. Нет, говорит советская страна, нам такое определение не нравится. Мы даем наше определение косвенной агрессии. Это, опять же, такие действия, на которые данное государство соглашается под угрозой силы со стороны другой державы, или без такой угрозы, и которая влечет за собой использование территории и сил данного государства для агрессии против одной из договорящихся сторон. Минуточку, говорят на это западные союзники, что это значит, под угрозой силы или без такой угрозы? Ну, если нет угрозы, простите, то нет изнасилования. Ну, не может быть агрессии, в которой нет ни применения силы, ни угрозы применения силы. Это первое. Второе. Безусловным и очевидным должен быть факт потери суверенитета этой страны, потери своей независимости и, соответственно, переходы под контроль захватчика. Хотя бы этот захват и произошел без выстрела. А то, что вы предлагаете, это фактически речь идет о том, что какой-то из малых государств, которые с вами являются соседом, всем было понятно, что речь идет про Прибалтику, просто меняет свою политику, просто меняет свою политику, а вы говорите, что вот это изменение политики на самом деле является проявлением некого влияния, влияния агрессора. На этом деле они заспорили, и дискуссия о косвенной агрессии завела переговоры в окончательный тупик. В окончательный тупик, причем с высоты сегодняшнего дня, понятно, что никакого отношения к реальной ситуации в Европе. А реальная ситуация была назревающая с минуты на минуту вторжение Германии в Польшу. Все это дело не имело по отношению к Польше, варианты косвенной агрессии не проходили категорически. Чтобы как бы мы не оценили польский гонор, но польский гонор присутствовал, и, конечно же, для оккупации поглощения Польши нужна была прямая агрессия. Поэтому дискуссия вся эта, если имела какой-то смысл, то именно тот, как его описал фон Дирксен. То есть через такие хитрые формулировки создать ситуацию, когда Советский Союз сделает то самое, что он сделал в реальной истории в июне 40-го года, когда оккупация Эстонии, Латвии и Литвы, обосновывалась тем, что они нарушили свои обязательства перед Советским Союзом и создали, вы не поверите никогда в жизнь, создали журнал, как же он назывался, Review Baltic, да. Вот журнал Review Baltic, в котором обсуждались военно-политические проблемы, это есть признак того, что складывается военный блок против Советского Союза, каковой блок создан под влиянием, таким загадочным влиянием Германии, это и есть агрессия. И чтобы остановить эту агрессию, мы оккупируем на всякий случай эти три страны. Вот, значит, разговоры сейчас возвращаемся все-таки в 1939 год. Застопорились в конце июля, и, в общем-то, так никогда эта странная тема косвенной агрессии решена и не была. Субтитры создавал DimaTorzok